доброе время суток итак продолжим в общем с караваном мы разобрались и теперь можно переходить к следующим этапом в данном случае это будет наверно моя первая робкая попытка на этой карте по крайней мере сделать какой-нибудь производство металла последний нюанс еще остались на этой странице лая сам просто покажет мне список вещей которые я хочу то есть приоритет и маркап цены наброс за приоритизация ну в общем я сам эти вещи знаю так что дальше пошли так и последний момент мне покажет непосредственно саму цену караван наконец-то собрал свои шмотки и отправляется в асфо яси ну сейчас им как раз погрузят вагончики но обычно после этого месседжа я уже не имею возможности большими торговать не со что они дворфу могут собрать то что вещи которые остались на самом депо занести на склады так а сейчас мы дадим еще раз команду полностью вырубить остатки деревьев которые старались линии здесь ok well then we have finalized the export agreement free free to go over the documents здесь показывается то что они хотят предлагают их не запрос для импортной продукции больше всего их интересуют крупные драгоценные камни они за это готовы платить в два раза больше цену это самых и высокие и самый низкий студент нас то есть маркап за скажем за арбалеты шлемы и прочие костыли видимо у них уже там пансионат какой-то хорошо это уже не столь существенно я обычно на эти вещи никогда не обращаю внимание потому что в основном я толкаю свою продукцию и лая сын попрощался со мной а лук форго ты умеет next year a fortune's rise and fall together да будет так ну что же сейчас у меня находится свободных 7 дворфов и давайте посмотрим для них работу что можно сделать так пусть он так будет стоит разумеется этот нюанс не забываем надо закончить колодец веревки есть блок есть механизм есть и ведра есть значит можно спокойно ставить сюда возьмем более-менее приличное обычную вировку ничего такого как говорится fancy и дешевый механизм этот колодец не самая лучшая альтернатива для воду до сумшения потому что он другим опасно и скажем так за счет того что дворфы могут всегда по какой-то причине если кто-то здесь спрыгнуть может соскочить или либо сюда либо через колодец у вас сам колодец и подняться наверх у них возможности уже не будет потому что здесь ответственные стенки пусть лучше утонет дуорф или ребенок чем мы какая-нибудь тварь залезет из воды скажем так потом со временем и это буду делать отдельную систему водоснабжения от реки и она будет безопаснее и удобнее а сейчас пусть пока не собирают дрова чтобы далеко не ходить каждый раз приблизительно пусть здесь будет склад так теперь начнется пережег и производство медных ловушек медные ловушки это чуть лучше чем древесные но основной элемент здесь будет это прокачка моего мастера оружейника и хоть какая-то броня для милиции ловушки также пойду сюда для колодца персонально и дальнейших исследований глубины шахты да и разумеется уже пора начинать строить отдельные комнаты и столовую для будущей популяции потому что следующие миграционные волны уже будут гораздо крупнее будет приходить по 30 дворфов по 40 быстренько доберется до сотни и я хочу быть к этому готов заранее поэтому пока забираются дровами мы выровняем главную шахту вниз до мрамора интер зажали передвинули опускаем опускаем до первых пещер значит здесь давайте подумаем как лучше сделать интересно наверное используем вот эту вот перемычку чтобы спуститься дальше безопасности поэтому да он ворота размещаем как ступени которые пойдут вниз так я облажался чутка нет не облажался хорошо это убираем остается две ведущие вниз ступени вверх-вниз блин вверх-вверх-вниз и здесь они будут расширяться уже дальше для до трех разметка есть повторяем приблизительно отсюда будет это у нас придет вниз а это будет своего рода пред бараником маленький сыру допустим так немножко нелепо получается но в принципе здесь или есть даже смысл сделать вот так вот сюда поставить ловушки но это будет основная центральная резиденция резиденция поэтому я здесь особой надобности не вижу для какой-нибудь серьезной защиты поэтому наверно все таки оставим как есть то есть по ступенькам сразу бери паскать перескакивать на эти и спускаться ниже где они будут снова вновь расширяться самым скажем так надежная защита чтобы не было как с пауками так хорошо блин так и видим еще не проснулся это весело прям наткнулись на да не повезло стоп не понял эмара куда делся вагон окей нож заберите все кобальту порвали анус стальным боевым топором на это было больно и скорее всего я только что заметил там был все рода баг потому что один вагон исчез видимо он врезался в кобальда и развалился потому что дворфа с дерева не умеет делать как эльфа странно знаешь она тебе скажу в этой партии я очень много странных вещей замечаю которых раньше не было видимо наверное потому что это для тебя партию делаю и получается какая-то левая петрушка ну все как всегда ладно хорошо это на саму партию не должно повлиять серьезного так ладно ну пусть он заберет болт шмотки и нож так мы вернемся к нашей равномерной планировки что такое а это был старый труп а труп они тоже потащили на свалку хорошо и почему мне нету бачера так бачер нам нужен чтобы как раз заниматься этими трупами поэтому наверное выделим вот этот дворфиху вот она с сыровой бабой да и порно кстати тоже нужен я думаю до кучи на рандо бросить пока профессионала нету поэтому да ну мне свободно дурфу нету ладно пусть она занимается этим взялся по вариху такую суровую бабу с тесаком будет ходить всех недружелюбно смотреть особенно на всяких кошечек и собачек выпустили построить бачерой и поднимем вопроса мясе пока у нас только кошки есть и все и собаки то есть ничего под мясо нельзя пустить кроме вот этот хреновина стройками папу но для начала пусть она вырастет а потом уже когда мясо говорится на растится ходу будет какой-то толк от ее убийство ладно вернёмся опять нажимаем где выдерживает центр экрана что повторить предыдущую раскладку перепроверяю заново переходника вниз поэтому немножко сдвигаем в сторону небольшая ерунда получается но хорошо вот так взял до кучи это мы уберем это расширим в таком случае у нас получится только одна перемычка двойная вот это и все остальное будет расширяться как обычно хорошо дальше пошли так это потолок хорошо здесь заканчивается спуск чтобы не было выхода в пустоту это поставим как ступени ведущие наверх то есть это наша последняя остановка в шахте будет скорее всего могилы и можно сделать очень неплохое место здесь поставить коридор и сделать своего рода площадку смотрящую вниз это можно сделать дополнительный колодец попробовать и да да сбрасывать недовольно в воду пещеру пусть они там плавают выход я все равно сделать не собираюсь так хорошо с этим разобрались что что-то мы здесь не очень нравится это все наверное все таки смысл вырезать подобные роды нюансы я не знаю если ну хотя я не буду это делать потому что я считаю что ты дизайн это очень неотъемлемая часть самой игры и вырезать такие нудные неинтересные нюансы как моя данная планировка шахты я считаю ошибочным да разумеется для кого-то это кому-то нафиг не сдалась кому-то включая меня это будет по крайней мере познавательно в плане как работают другие молочный кварц интересно так а здесь у нас тетрахредит ну эту шахту мы не будем разрабатывать это будет отдельно для этого шахта для что ли это здесь так да кстати моя дырявая память стоп фермы фермы делаются очень просто дизайн пи или бипи до бипи они несмотря на свой небольшой размером будут являться очень эффективными плане в плане производства я хотел сказать вот эти вот одна полоска по 2 клетки на день 2 на 10 20 клеток 4 на 4 сезона или скажем так 4 разных продукции хватит прокормить очень легко 50 где-то бород среднем за разумеется с прибытком кашинит что такое гашинит еще ко мне не встречал файбесе вот этот гашин и кластера обозначены три точки это как драгоценные камни их количество точек а также их не относительная себестоимость если к примеру цитрын как на продажу огранку там допустим всяких дешевых вещей обычно таким образом я прокачиваю своего мастера огранщика именно что он дешевыми камнями делает изделия на продажу то есть те же самые торговые фигурки так и один момент почему у меня 6 дворфов 5 дворфов мать обезделано но здесь ко мне нету несмотря на то что шахтеры уже выкапываются это дело непорядок так приятного аппетита мэр что вы шахтами поля есть и теперь выбираем дадим работу да кстати важный момент есть смысл сделать зерна выложить отдельно много места не берут желательно поближе место работы заходим выделяем еду выключаем все ненужное оставляем сиц зерна еще один важный момент чтобы не забывать забивать склады вот это вот опция готовая пища и и также отключаем потому что иначе они ворфы позабивая также всякими блюдами суп из пива там или глаза кошачьи в соусе собачьем и проще то есть разумеется на зверин тогда не хватит место и чтобы они вытащили зерна положили на свое новое место в этом же складу еды соответственно надо их запретить так пусть они перетащатся зерна чтобы фермеры опять же таки не бегали по коридорам и делали свою работу гораздо быстрее так возвращаясь к вопросу индустрии выделим немножко руды чтобы было чем заняться пока миссии пока переплавщиком и также уберем наших хрюшек ныреха подальше хрюшку точнее пусть по ней рядом с фирмами пока тусуется заодно будет им чем питаться собака в клетку выпускаем пикинг какой-то голубой ну ладно пусть есть тусуется есть также еще один момент я не знаю насколько это актуально но в данном случае в моем случае наверное все таки это будет вопрос дело в том что как-то обратил внимание пару месяцев у меня был очень романтический месяц где шесть котов завелись от двух хозяинов и данная опция не позволяет мне этих замечательных кошечек пустить под нож но и при этом ничто не мешает им продолжать размножаться поэтому чтобы как-то компенсировать и контролировать потенциальный катаплоджин я сделаю для этих котов специальную работу сторожевые коты скажем так как ты который будет заниматься тревогой данном случае поставим два кота на охрану моста так это у нас питье воды и пару котов на углы крепости когда допустим если кто-то будет кобальт обходить такой план это такая как бы можно сказать батлнек в плане карты горловая бутылочная горлышко узкая скажем тогда если кто-то серьезно окажется там котиком достанется впервой ну естественно то есть я предпочитаю лучше чтобы зарезали кота именного чем полезную собаку скажем так то есть это это одна из первых мы их послушаем будет это моя охрана скажем так самая начальная потом мы расставим их в более еще критических моментах скажем здесь тоже надо будет поставить так они уже стоят это у нас щенята ладно хорошо хорошо продукция установилась здесь да не забываем если будет какая-то возможность приготовить она сейчас будет займется и и это возвращает нас вопросы с мир полей иначе так фермерство первое поле будет заниматься только плам и он сам это со шлемами выделяем сезон выделяем продукт и и она придумает отдел потому что сейчас все-таки у меня только два фермера и они пусть лучше занимаются этим зимой а летом по это время выгони потратить на другие работа потому что лето и осень самые занятые в этом плане зимой уже просто посвящать полностью себя планом этом так чтобы всякая херня не росла здесь у меня грибы и там и проще кусты подземные это мы закроем левые блоки опять появились какие-то блоки продадим на рано альфам после не таскает металл каких никакого и это нас возвращает вопросу почему мой каменщик таскает разум материала опять же ответ очевиден то есть угроза ближе в шахте забрать вещи чем перец в конец в этой здоровой комнаты поэтому тормози и и смысл здесь также самое здесь небольшой камень небольшой склад для камней данном случае это будет только гнез хорошо прошу прощения чаем подавился на то что вспомнил что я до сих пор не построил мастерские по пережегу дерева и переплавки тетради рехетина который уже благополучно выкопали хорошо мастерские по пережегу дров в уголь будут находиться пока не здесь удфурнесс внизу блок и смелтер который будет находиться также рядом здесь говорится не отходя от кассы слитки уже будто носиться вниз но это кто нас побежал здесь ты куман я понял по я правильно понял что это блоха вошь то есть это женщина вошь на причем не одна бог тому что за тварь у меня здесь какие-то улитки в ши б на села местечко мы так зимой остается только садить планом ты что он здесь благополучно и сделает хорошо выпивка идет полным ходом это очень радует бренка силу нам мало хорошо значит для металлической индустрии нам понадобится вот берлин этим будет заниматься допустим пусть этот нет кстати лист ленту пошло 17 у меня-то особо выделять никого все занятые почти глонберт конечно не будет заниматься эти работой карпинтри дровосер пусть занимается этим все а значит остальное народ который будет заниматься непосредственно переплавкой выплавкой уже будет с другой иммиграционной волны а пока будем подготавливать черкал черкал это уголь переживание дерево который используется в индустрии для выплавки руды точнее переплавки руды в металл либо сплав то есть также если там возможность выделять новый сплав к примеру 100 или виды сплавы золота или серебра то есть подмешивать другие виды руды и получать новый плава сплав либо бронза к примеру хорошо так я думаю скоро следующая волна будет может весной или летом и как раз партию подготовим так чтобы был виден результат здесь выделим склад для брусков еще раз так приблизительно здесь у нас будет стоять барблок и соответственно выбираем какие барблок потому что странно не выбралось хорошо выбираем самостоятельно данном случае это будет только металл потому что я не хочу чтобы блоки которые находятся который является стол который сделали да притащили из каменной мастерской сюда то есть не позабивать склад абсолютно не нужно ерундой так опять я видимо сплю ну пусть будет это барс колл так что то я неправильно делаю что у нас является готовой продукции чаркол так а что является готовой продукции для чаркола это я вспомнить уже не могу ладно пока оставим в покое все я вспомню потом выставлю склад хотя нет спиной мозг с таки сработал да это получается чаркол попадает в раздел было баров и кол то есть это немножко видим и доработка дизайна то что по идее это должен быть кол но все-таки это попадает в этот разряд поэтому все нормально пусть пока переживет половину склада дальше видно будет еще один момент мы выключили точнее даже не включали коробки это полом порой позволяет мне видеть на глаз определить быстро содержимое склада иногда это полезно то есть в данном случае к матрешкам это никакой роли не относится такие вещи как слитки донки важный момент чтобы я всегда знал что кончается что нет это можно конечно сделать через склады но это не за это занимает больше там пару секунд поэтому для меня вот пару удобнее это вот так просто кинуть взгляд и увидит он там допустим 3 есть надо момент готовых партий угля пережоганного так все варка выпивки остановлена потому что нету бочек не проблема сначала для камней сделаем для нового склада еще тележек потом также дополнительно коробок а потом перейдем на бочки наш стонкрафтер стал мастером мастером ломастером у нас появился первый легендарный двор поэтому дадим своими кличку назовем его даст и пыльный потому что он постоянно долбит эти маленькие фигурки и вечно там все вокруг и она все в этот в пылюки от подбивает карта гнись от каменного этого так блоки продолжали сейчас есть запасы так фирмы есть железная индустрия подготавливаться потихоньку ступени ступени сделаны в песке и покрыты грибком мос это мох да не ахте поэтому сделан лучше каменные лучше будет смотреться так то же самое здесь залита кровью правда каменные ступени но это жить можно и также есть смысл сделать дорогу проложить красивее будет смотреться значит есть разница между пыль дрот где она в списке здесь держит это насчет через шифт о расчищается просто дорога то есть убирается кусты и там всякая мелюзга это дешевле чем разумеется пейдро от проложена камнем дорога проложен камнем дорога потребляет некоторое количество блоков либо другого материала поставим так вот данном случае это будет вниз блок чем выложить плитку что плитка займет блок на каждую на каждую клетку то есть это сравнительно будет больше вот но дорогу может сделать только архитектор потому что по крайней мере может на глаз определить сделать прямую поверхность я надеюсь так и чтобы наш кови пап не попал под каток перекинем ему его сюда в нашу маленькую компанию кови пап ну где он стоит то что он находится на пастбище поэтому нажимаем enter она посвятилась в другой цвет это означает что она перебросила на другое поле его если бы я нажал еще один enter она бы исчезла и то есть кови пап тогда был бы без пастбище сейчас вы потащили нам в новый дом почему я здесь оставил клетку кстати вообще-то правильно если на то пошло здесь у нас будет другое место социальное статус статуи статуй чтобы у дворфа не было пещерной адаптации все-таки депо так дорога отменяем а депо скорее всего на рынок будет стоять по центру здесь на такой правильный поэтому мы сначала строим плитку для депо 67 значит 1 2 3 4 5 будет депо и будет внешняя огранка плитки поставим приблизительно на три клетки плюс огранка так вот здесь модульный маленький фрагмент дороги здесь тоже будет каменная плитка 49 блоков вот такой маленький кусок 49 блоков займет чтобы выложить плиточку то есть можете представить если допустим заставить все здесь плитка или по какие-то другие планы по такого рода проекции теперь ты можешь увидеть почему насколько заранее стоит строить огромное количество блоков и потребуется также дофига выкопанной поверхности аметист я просто спалил тоже неплохо на блин испортили мне всю малину вот его стенка ладно начнем так ну здесь наверное я все-таки не буду заставлять осмотреть поэтому мы нажимаем на паузу сейчас я буду сделать раскладку комнаты бум так ну все здесь вроде разобрались пусть выдалбливают марки хибарки в больше для таких простых россиян более крупные квартиры кстати забыл из пойдут для военных там и прочих на баллете там будет совершенно свои уже апартаменты гораздо обширней так второй этаж также подойдет под комнаты выше которых кстати отметим у кого 8 и здесь приблизительно хватит на пол форта может чутка больше второй этаж будет дополнительный сверху может быть мясо там и прочее так все по крайней мере будет и жить здесь также будете небольшие открытые такое пространство скорее всего тоже своего рода сделаем социалами социальное место пара статуи там так далее так быстрее прижога пока работает блоки то выставлены так дорога лучше заранее проложить ее что потом можно было уже подготовить более другие нюансы так вопрос как я пойду отсюда вот это мне интересует ладно вы пока делать обшивку понаделали блоков всяких левых все пока просто напротив закончилась пусть готовит следующие все в основном у нас вся популяция занята своей работой так выделим также тележки сюда чтобы сыр процесс работал и все если ошибаюсь это весь магний с то есть смысл тогда когда они закончат строить спальню здесь отрезал эти коридоры чтобы они по крайней мере вот эту партию вырубили и не отходя от кассы ставим сюда нет пусть пока всю породу здесь выработает наш матрешечник и кстати поскольку он уже стал легендарным то это чуть как получше в плане цены будет он брейк да кстати столовая уже становится маленькая для мои братья поэтому потихоньку будем думать также и о новый столовой ну сначала пусть из гниса стоит депо а потом уже поставим поприличней из серебра такое депо дальше ну на караванщиков хоть какое-то впечатление производила что это не полностью дыра днищинская так возвращается к вопросу готовой продукции здесь мы поставим склад подальше такое шмоток то здесь будет лежать в основном вещи не металлической продукции так это воскакит блин а я проведу совершенно забыл так заработался чутка расширим склад фермеры работают это хорошо бочки зернами в каждой бочке лежит мешок зернами то есть не в самой бочки бочки держит для того чтобы не растаскивать мешки по всему складу дворфы посчитали что так лучше да и это нас возвращает вопросы дверей поставим новый мастерской для мейсона здесь он уже начнется использовать мрамор и для производства дверей и это относится также дровосеку новая партия кроватей поздняя зима еще ладно что у нас дальше колодец работать как микки митингал мы его делать не будем слишком много потенциальных проблем два дворфов поздорят или что-то кстати актив означает что это важный момент здесь обращать на это внимание актив означает что колодец работает то есть ведро достать до воды и можно использовать его как источник питья относительно митинг холла я вы делать не буду потому что обычно там скажем тусуются пару дворфов собакой и моча ударила собаке в голову она решила укусить кого-то из дворфов он защищает в попытке защититься может отпрыгнуть и этот прыжок может быть в сторону воды то есть он упадет и утонет только из-за какой-то дурацкой собаки или не знаю что это может еще шароебиться поэтому митинг холм и дел там не будем лучше сделано в других местах мастерская готова принимайся за производство дверей на репите то есть здесь понадобится много дверей три майнера только у меня надо еще один четвертый так что у нас на складе слишком завалилась каких разных вещей да возвращаясь к нашему складу сделаем также это кожа будет храниться здесь склов ткани после не все это дело уберут вообще депо надо расчистить и разобрать его это уже как бы делать поэтому больше нечего так а здесь у нас что будет диорет корцы блок есть немножко добавим стены примерно сделаем такой канал чтобы опять новая горловина который позволит мне эффективнее обстреливать либо за мостом задержать осаду так мы все-таки лучше покороче сделаем такой длиной не надо размер моста будет в 3 клетки здесь будет спуск на приблизительно так в таком случае как мы поставим дорогу пока сделаю это кусочек а здесь да и кстати не стоит забывать про второй уровень с стеной но опять же какие-то не сейчас критично потому что потребуется как минимум 200 блоков чтобы построить второй уровень стены и бойницы как бы главный смысл этой всей накази и почему у меня здесь лежит кусок мяса боли ротан поперин дири интенсист то есть кишки оленя сгнили и скорее всего потому что они все время провалились здесь на складе они на пищевом складе то есть если у тебя достаточно складов то некоторые вещи все-таки будут гнить портится и поскольку тему и если она также будут находиться внутри в твоей крепости то будешь основной так возвращаясь к идее какое самое главное место у женщины в жизни разумеется кухня это большое упущение которое надо немедленно исправить так если ошибаюсь кухарка либо повар у нас выделено кукин да алав наша как раз злобная мясницкая женщина пусть она пока не пока она не рубит головы коровам пусть она занимается приготовлением пищи которую у нас есть уже так зима заканчивается чароков готовится весна и как-то на ранее обратил внимание кусты изменили некоторые кусты цвета здесь обратил внимание эти кусты при желании можно собирать и порой это важный момент был может быть потому что ягоды собраны с этих кусков можно что делать правильно варить на выпивку то есть в жизни дворфов это очень важный момент иметь хорошее бухло данном наличии мы имеем вино пиво и ром почему он зафорбиден одна бочка выпивка за закрыта интересно что за такое негодное упущение него неважно возвращаясь к а вот оно в чем дело блин я упустил под деревом оказывается вот где вагон развалился ёб твою мать вагон врезался в кобальда его запинали расстреляли вагон развалился если содержимое высыпалось на землю что за кобаль был такой лишь это было за два гон и разумеется все вещи которые дворфа купили яб твою мать вот эта работенка сейчас мне предстоит все высыпалась и дворфы пожали плечами и сказали ну и хрен с ним поэтому чтобы не мучиться с писком все это вручную крыса крыса сбегает а значит не делать анфорбит анфорбит а так можно сделать быстрее заходим дизайней шин сет билден айтем пропор би и данном случае это будет реклама items или buildings то есть зажимаемся и нажимаем интер и можно закрыть рекламе целую на регион нажали поскольку и и у кривой то ничего не видно но во всяком случае все убралось и все вот это ботва включая новую выпивку будет час таскаться дворфами стоп ладно пусть двери здесь лежат хотя не надо после не остается в мастерской и оттуда они уже расставят поэтому двери запрещаем и уже можно в принципе ставить кровати кровать у нас да кстати здесь у меня достаточно дров поэтому кровати будем только хорошие стоять остальное эльфам щитка но в плане только кровати потому что эльфа очень весьма щепительные существа все что касается древе дерево поэтому они будут на меня обижаться очень сильно если я буду толкать ему деревянную продукцию они считают что они лучше могут это сделать ради бога хорошо я в принципе не заносчивый понимал основу бизнеса и проблем с этим не имеем пусть будет так все теперь моя популяция полностью посвящать себе перетаскиванию да это даже кстати сложный вопрос законной ли продукции либо незаконной разброшена значит наша наконец-то один умный догадался взять коробку и собрать все свое дело в ящик ай молодца наконец-то я увижу двор поступила не как долбоёб не это радует это шахтер хорошо хорошо это значительно ускорит процесс сбора это относится также саму дорфу вот то есть меня будучи накопившие ящики про запас я позволил дворфом воспользоваться ящиками если их не было на складе то они таскали в это все вручную вашу мать почему здесь у меня валяется остатки мантиса как на русском антис бой за бог не столь суть так здесь у нас уже лежат к живет у нас есть нету портной один шахтер ладно пока с этим тоже по времени для следующей миграции пока вроде так куда ты потащил такую менюку блин опять забыл ну что ты будешь делать а саделла это место для саделла так козелки левую дверь и понаделали малой побежал садрыхнуть здесь поскольку эти кровати никому не принадлежат а дворфы могут их использовать по собственному усмотрению так ладно эльфам да мы конечно имеем кое-какую продукцию на сбыт с прошлой партии сожалению эльфов можно полностью выкупить дерево включительно все буквально за 4 может быть ящика каменной продукции стил болтс лучше в этом ящике выронили мне silver болтс металлические которые себя не мог позволить вещи бронс хай будут стил щит а ну окей ладно по крайней мере хоть какая-то ерунда здесь есть полезно то что он здесь осталось хаммер бронс стекло что у нас в этом складе конечные продукты которые не являются металлическими почему ладно не столь суть пусто также здесь лежит оружие броня и стекло блоки шмоки нет ни то тоже не то ладно по ходу дела есть также делать еще смысл огромные общие склады которые будут сваливаться все баллах барахло кроме мусора конечно потом чтобы это разгребать чтоб она не валялась по разным точкам всегда находилась центральных штольнях пардон шахтах пожалуйста попытка номер два нормальных дверей блин так теперь надо определиться нам с этим нюансом какой у нас будет центральный вход здесь будет двойная стена сверху будет бойница и смысл также построить башни которые будут спасать через фермы подземным ходом проходить сюда наверх подниматься по ступенькам и возможность обстреливать но это не столь существенно опять же таки это других может случаях труднодоступных там где холмы закрывать или так далее там допустим проходить проводит тоннель сюда что можно было достать до осады ангет ангет сделал мастер песенок наверно мой этот красавица по производству метрешек делал они важны вот поэтому если у нас есть более бойницы то здесь больше не понадобится но нужен будет разводной мост вот я думаю как бы это сделать подъем больше сразу мостом здесь бы стена закрывать это можно попробовать принципе так сделать стена три клетки для моста так башня надеюсь никакой путь светом не замурует внутри хотя не улучшил и смысл все-таки кусок стены поставить здесь что ты потащил ловушку отлично безмутовая бронзовая спайка ну окей ладно продолжим дальше